Многие годы Кубань считалась одной из территорий с высокой распространенностью наркомании. Благодаря государственным программам, направленным на противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств, ужесточению наказания за сбыт психотропных веществ, профилактическим мероприятиям удалось стабилизировать обстановку. Сегодня Краснодарский край по уровню распространенности наркомании находится в числе регионов с низким уровнем наркотизации населения. О том, какая ситуация складывается на сегодняшний день, а также итоги работы муниципалитетов по профилактике распространения наркомании в 2018 году, обсудили на заседании Краевой антинаркотической комиссии. Подробности в следующем материале выпуска. В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие председатели и члены муниципальных антинаркотических комиссий, председатели советов, депутатов, главы сельских поселений, представители образования, здравоохранения, культуры, молодежи, физической культуры и спорта, сотрудники правоохранительных органов. О текущей ситуации с распространением психотропных веществ доложили представители региональных структур и ведомств. Так, по информации славянского отдела МВД, за три месяца 2019 года было выявлено 28 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них хранение наркотических средств – 27, сбыт наркотических средств – одно. Все преступления раскрыты. Проводится большая работа по выявлению мест закладок психотропных веществ, а также по уничтожению про антинаркотическая реклама на домах и подъездах. Особое внимание уделяется информированию населения об опасности употребления табака, алкоголя и наркотиков. Всего у нас в эфир вышло 2000 сообщений информационного характера о линии антинаркотики на радиостанциях региона и почти 5000 материалов в сети интернет. В качестве лидеров по информационной и антинаркотической работе, системной и качественной, нужно выделить город Анапу, почти 2300 информационных материалов. Кулькиевский, Кореновский районы, Славянский очень сильно прибавил с начала года, не только в количестве, но и в качестве при работе. Здесь важно, что это происходит в тесном контакте и благодаря во многом тесному контакту с подразделениями утренних дел, антинаркотической работой, проводящих на территории судами, наркологическими службами районных больниц и так далее. По итогам селекторного совещания заместителям главы района Сергеем Позняковым была поставлена задача всем службам района активизировать работу в данном направлении. Обстановка непростая, сохраняется на территории всего края, мы услышали. Но нет нулевых же у нас показателей. Мы понимаем, что такое латентная преступность, что то, что выявляется, это не всегда соответствует, точнее, всегда не соответствует действительному положению дел. Оно всегда более тяжелое у нас. То есть наркоманов у нас больше, больше людей, которые употребляют наркотики. И выявляют всегда меньше, потому что это скрытно, потому что за это существует наказание уголовное. Конечно, существует сейчас эта проблема сегодняшнего дня, это синтетика, это закладки, это сеть интернет, это курьеры. Это одна ситуация, но мы знаем, что с ней тоже определенным образом борются правоохранительные органы. Наше оружие – это бдительность и неравнодушие. Антинаркотическая работа в районах требует тесного взаимодействия органов власти и правоохранительных органов в целях оперативного реагирования на новые вызовы наркоторговцев. Общая цель остается неизменной – не допустить распространения наркомании на территории края. Анна Моностренко, Игорь Ванчуков, программа «События».